Ростов-Дон Нужно было отыграть пять мячей И хотя сначала дело пошло не быстро Задачу удалось выполнить с запасом Открывает матч детский хор Но никого здесь это не удивляет Ответную игру со звездой Ростов-Дон Посвятил своим юным болельщикам Собственно, им даже дали вести И комментировать этот матч Чьи девушки не могли детей подвести Как и Владлену Бобровникову В поддержку которой игроки обеих команд Вышли в футболках со словами «Влада, мы с тобой» А фанатский сектор растянул большой баннер Для выхода в финал Ростов-Дону Надо было отыграть пять мячей И это удалось даже с запасом Хотя начало было тревожным Опять ростовчанки в догоняющих И только на 17-й минуте Бросками Фролова и Кожакари Удалось вырваться вперед на два мяча Отыграть больше до перерыва Звезда не дала отдыхать уходим При счете 20-18 А во втором тайме Лагин У воротах меняет Казьменко И становится героем матча Четыре с половиной минуты Не могут пробить ее гости Даже со штрафного с добиванием В итоге у Насти 47% Отраженных бросков И атака не могла такой порыв Не поддержать За 10 минут до конца У нас уже надежные плюс 7 А заканчивается игра со счетом 40-32 По сумме двух матчей У Ростов-Дона плюс 3 Мы в финале Хочется поговорить девочек За такую самоотдачу За то, что мы все Прям справились И сделали то, что должны были И спасибо большое болельщикам Казьменко, как лучший игрок матча Получила в подарок Не валяшку Хотя хороши были все Чего стоят 10 голов Зеленковой 7 Фроловой 6 Кожакарь 5 Моногаровой Соперник в финале Ожидаемо ЦСКА Который хоть и сыграл Ответный матч с Ладой в ничью Имел запас плюс 4 Стартует финальная серия До двух побед 25 мая в Москве Игра в Ростове 30-го И вот финальная серия Стартовала в Москве В российском гандболе Ростов-Дон чемпион Но пришло время это подтвердить Главный конкурент ЦСКА Провел сезон гораздо мощнее нас Выиграв уже Суперкубок Кубок России И почти все матчи регулярки Но вот на это почти и надежда Время решающих поединков Чемпионата страны по гандболу Ростов-Дон и ЦСКА Сыграли первый матч серии До двух побед Насколько серьезно Москвички относятся к нашей команде Видно по вызову из аренды Уже вроде бы попрощавшись С клубом Дарьей Дмитриевой Хотя это как оказалось Пока скорее страховка Олимпийская чемпионка Появилась на площадке Только в концовке Когда надо было решать Сначала вперед вырвались Москвички Но в середине тайма Ростовчанки забросили Три безответных мяча И повели плюс два Это был пик для нашей команды ЦСКА быстро догнал И уже не уступал лидерство К перерыву нам удалось Подойти с минимальным отставанием 14-15 Но старт второго тайма Провалился И вот уже минус четыре Дальнейшего падения Ростов-Дон не допустил Ситуация стабилизировалась На отставании в 2-4 мяча Ситуация взорвалась За семь минут до финальной сирены При надежной защите Забивают Сень И дважды Зеленкова И, наконец, равный счет 27-27 Кажется, на таком подъеме Можно пойти и дальше Но таймаут Армейской команды И гол После которого Еще и удаляется Зеленкова А у нас в атаке Не забивает штрафной Фролова И нить преследования рвется И хотя на очередной гол ЦСКА Моногарова Сразу отвечает броском В пустые ворота Дальше у нас Еще одно удаление Фроловой И начались необратимые процессы Только тут вышла на площадку Дмитриева Отдала голевую передачу Москвички забили еще пару раз И Ростов-Дом проиграл 28-32 Во мне еще кипят эмоции Конечно, тяжело После такого матча Это первый матч финальной серии И, конечно, хочу поблагодарить соперников Команду ЦСКА Спасибо за игру Во-вторых, естественно Огромная благодарность нашим болельщикам Которые каждый матч доказывают Что они у нас самые лучшие И я уверена, что на домашней площадке Они будут болеть еще сильнее И уверена И надеюсь, что дома нам стены помогут И будет третья игра Финальная серия до двух побед Продолжится в Ростове во вторник Теперь поговорим о футболе Ростов финиширует в чемпионате В каком-то пике У недавно еще претендента на серебро Поражение за поражением Причем далеко не от лидеров А самое грустное то, что клуб просто перестал забивать А от Краснодара еще и пропустил слишком много Матч Ростова с Краснодаром не успел начаться А уже стал для нас очередным кошмаром Третья минута 0-1 Миронов пытается ответить дальним ударом Но вратарь справляется А десятая минута 0-2 Оборону в отсутствии Осипенко просто разрывают И на 33-й минуте на табло появляется еще одна тройка 0-3 Нам забил еще и юный сын Недавнего тренера гонбольного Ростовдона Эдуарда Кокшарова Отыграть хоть один мяч нашей команде так и не удалось И Ростов опустился на четвертое место Отстав от победившего ЦСКА Спартака на 3 очка А в следующем туре играем с Ахматом Который может отправить нас вообще на пятую строчку Это игра воскресенье Зеленый марафон в Левобережном парке Пробежали больше двух тысяч ростовчан Ростов стал одним из 60 городов Где стартовал юбилейный Уже десятый по счету такой забег В нем могли поучаствовать и дети И любители скандинавской ходьбы И все для того, чтобы воздух в городе стал чище Поддержать участников зеленого марафона Пришла, а может и прибежала Олимпийская чемпионка по фехтованию Лариса Коробейникова И дала несколько советов тем, кто только собирается с новой недели заняться физкультурой Нужно каждый день выделять хотя бы минут 15 обязательно занятиям спорта Начинать с каких-то, может быть, хотя бы прогулок на улице И постегонка это войдет в привычку И человек втянется и поймет, что это очень круто Это понимает настроение и дает заряд бодрости Пять, четыре, три, два, один Дистанция традиционная Четыре километра, двести метров Для кого-то она стала настоящим испытанием Но есть и те, кому не хватило Нам очень понравилось Ну, мало, мало Хотелось бы побольше дистанции А эмоции шикарные Тяжело, но терпимо Все, да Пробежал всю дистанцию Отлично себя чувствую Супер, классно, интересно Очень радует Это здоровье, потому что это настроение Заряд бодрости И вообще, я приверженец здоровья, образа жизни Не только по должности Но и по призванию И вообще по понятиям, так скажем И использую каждую возможность Любую возможность Принять участие в каких-то мероприятиях Ну, которые мне сегодня по силам Могли бежать зеленые марафоны Дети не весь, конечно, а всего 500 метров А захватил лыжные палки, шагая скандинавской ходьбой Два километра и 100 метров Все эти забеги, как обычно, благотворительные Все сборы от регистрации участников и спонсоров Пойдут на высадку деревьев Татьяна Цепелева, Первый Ростовский Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный Приехал в Ростов, чтобы открыть кубок своего имени Это первый такой турнир И уже собрал больше сотни спортсменов Никита давно живет в Москве Но не забывает место, где начинал И именные соревнования решил организовать Именно в Ростове, в родной спортшколе Сфотографироваться с Нагорным Очередь здесь для многих Олимпийский чемпион Стимул заниматься спортом До Нагорного, как думаешь, далеко или уже близко? Ну, думаю, еще близко Ну, наверное, через где-то 10-5 лет Но эти первые именные соревнования Нагорного Пока без малышей А для остальных преград нет Здесь и перворазрядники, и мастера спорта В возрасте от 11 до 17 лет Это Никита попросил, чтобы были мастера Потому что он по своему опыту знает Что мастер спорта получить очень тяжело А потом этот мастер вроде как и выступать негде Если ты не член сборной, то ты вроде мастер И поэтому лишний раз выступить мастерам Да еще и за призовые Это только плюс Идею организовать открытый кубок В родной спортшколе Нагорный вынашивал давно И хорошо, что созрел В итоге сказал ему бессменный директор Владимир Фудимов Ведь именной турнир заслужил Организацию взяла на себя школа А Никита подтянул хороший призовой фонд Наверное, это дань и уважение В родной школе, потому что здесь были мои первые победы Первые поражения Первые травмы Я не знаю, вот вся моя жизнь, она протекала здесь Когда говорят, что у профессиональных спортсменов не было детства Я вам скажу, что здесь детство намного интереснее Чем не было бы у меня зала этого В этот зал Никита пришел в 5 лет В 13 выиграл первое юниорское первенство ЮФО В индивидуальном многоборье Первый тренер Ольга Нечапуренко, вырастившая за 54 года работы массу гимнастов С детства увидела в нем талант один на миллион Я их всех любила Но это Ребенок вообще потрясающий Он до того любил гимнастику Он любил двигаться Он любил что-то новое каждый день учить Что его не надо было даже дым в два раза говорить Он все время меня теребил И как бы толкал, продвигал Чтобы я его учила раньше, чем все остальные научились А такие таланты, они рождаются, ну, как мы говорим, не знаю во сколько столетий Первый открытый Кубок Нагорного собрал больше сотни гимнастов Из Ростова, Волгодонска, Донецка и даже Новороссийска Приезжает сюда Никита, и ты хочешь показать ему то, что ты умеешь То, чему ты научился Ну, вообще, кумир Я горжусь им, стараюсь быть как он На открытии директору спортшколы в очередной раз вручили диплом лучшей спортшколы области А спортсменам присвоили разряды и звания Турнир очень значимый И, учитывая масштаб спортсмена, масштаб личности Наверное, все-таки это будет очень способствовать Такому дальнейшему развитию спортивной гимнастики в городе Ростов-Инаме Когда есть пример, тем более, олимпийского чемпиона Безусловно, будет и поток детей Поэтому и соревнования на это и нацелены На то, чтобы, смотря на эти результаты На этого спортсмена Чтобы дети стремились к спортивному результату Никита планирует сделать свой кубок Не просто традиционным, но и международным Чтобы собирал массу спортсменов и зрителей А ему самому можно было приезжать на родину почаще Это все спортивные новости недели У меня на этом все Хороших спортивных выходных!